Вообще, что такое платформа Bittrex? Ну, вот такие немножечко устаревшие данные, 130 тысяч клиентов, из них 25 тысяч интернет-магазинов. Ну, почему именно интернет-магазинов? Во-первых, что презентация про интернет-магазины. Во-вторых, на самом деле интернет-магазины – это, наверное, один из самых сложных видов сайтов. На самом деле, на данный момент цифры уже немножечко больше. Заодно, сразу пользуясь случаем, приглашаю всех завтра на презентацию новой версии платформы 15.5. Сегодня я вам буду показывать 15.0, а завтра уже будет презентация 15.5. На нашем сайте можно зарегистрироваться. С нашей платформой работают более 11 тысяч партнеров. Почему это хорошо? Всякие бывают ситуации. Бывает, что вы работаете с каким-то разработчиком, какой-то непосредственно под вас уникальный сайт делают, с каким-то там уникальным функционалом, и может случиться так, что так или иначе разошлись с каким-то разработчиком. У нас большая партнерская сеть, и это дает возможность всегда, если что, найти разработчик, который разбирается в этой платформе. То есть ему не придется изучать чей-то чужой код, здесь все стандартизировано, он знает, уже умеет с этим работать, это достаточно удобно. Еще одно интересное преимущество – это веб-приложения для сайтов в Marketplace, а также готовые сайты. У нас есть такой раздел, который называется Marketplace, на котором вы можете скачивать как готовые шаблоны, как платные, так и бесплатные, так и какие-то дополнения, расширяющие функционал вашего интернет-магазина. Это не интернет-магазин, а вашего сайта. Мы сегодня говорим о сайте недвижимости. Достаточно удобно, но в качестве примера всегда рассказываю про App Store и Google Play. То есть когда вы купили смартфон, он у вас пустой, и вы можете скачивать какие-то приложения, расширяя его функционал. Давайте, наверное, сейчас перейдем непосредственно к сайту. Вот таким образом открыл я сайт мебельной компании, не суть. Мы не будем сегодня говорить о мебельной компании, я просто покажу, как происходит редактирование, работа с контентом. Управление сайтом происходит благодаря вот такому административной панели. Управление сайта прямо в публичной части. То есть прямо здесь мы можем сделать какую-то страницу, отредактировать меню, изменить какие-то разделы, структуру и управление. Все прямо из публичной части. Достаточно удобно. И, наверное, один из самых удобных режимов здесь – это режим правки. Давайте попробуем его сейчас включить, посмотрим, что произойдет. Да, уже можно редактировать. Смотрите, после того, как мы вошли в режим правки, мы можем наводить курсор на какие-то области нашего сайта и редактировать их. Я сейчас нажму кнопочку «Изменить страницу в редакторе». Ну, допустим, у нас поменялись телефоны. Был 2.12.85.06, стал 2.12.85.88, соответственно, 89 и 90. Я сохраню страничку. Пожалуйста, данные сразу изменились. Давайте посмотрим еще, что у нас есть в визуальном редакторе. Ну, вообще, позволяет визуальный редактор как в таком отображении, да, именно в визуальном, так и, если кому-то удобнее, видишь на ML кода, либо такой сплит сделать. Ну, наверное, для неоптных пользователей – это самый простой режим. В принципе, как в арте можете каким-то образом форматировать текст, вставлять картинки, ссылки, видео и так далее. Кроме того, вот такая вот выезжает здесь панелька, которая позволяет размещать на страничке различные компоненты. Например, у нас уже на странице «Контакты» размещен компонент Google «Настраиваемая карта», да, вот он у нас, который у нас отображает вот такую вот карту. Давайте посмотрим, как он настраивается. Мы можем прямо отсюда туда зайти, да, такую шестереночку. Можем в визуальном редакторе кликнуть два раза на этом компоненте. Это уже готовый компонент, то есть его не надо там как-то программировать, достаточно какие-то параметры прописать. Например, такие, как схема, отображение карты будет схемой, спутником, гибридная. Давайте, например, сделаем спутник, да, у нас там была схема, мы сделали спутник. Указываем размеры карты, давайте тоже, например, размерим 700 на 700, пускай будет. Какие элементы управления на карте у нас отображаются, какие доступны настройки. Ну, давайте сохраним. Хоп, карта у нас уже изменилась, да, стала уже немножечко другой. Таким образом можно редактировать любые страницы, можно создавать новые страницы, причем при создании новой страницы мы можем сразу ее разместить в меню. Мы с вами сейчас это еще посмотрим, как это делается. Давайте, например, создадим страничку форума. Да, страница у нас будет называться форум. Допустим, вот так, добавляем пункт меню, да, мы добавляем это в верхнее меню, последним пунктом, где у нас что здесь написано, компания, новости, продукция, ну, пускай, да, последним пунктом будет форум. Пройти далее. Если нам необходимо, мы уже указать можем какие-то теги, да, закололок как на браузере, описание автоматически у нас будет браться, генерироваться. Так, и сюда сейчас мы просто закинем компонент в форум, комплексный компонент такой. Прошу прощения. Все, у нас, в принципе, готов форум. Ну, когда будем авторизованы на сайте, сможем уже писать какие-то сообщения сюда, если как администратор там смотреть, редактировать. Сейчас на форуме пока пусто, ничем мы еще не делали там. Давайте теперь перейдем в административную часть сайта. Посмотрим, как управление происходит там. Это рабочий стол. Вообще, админка состоит из таких трех столбов, да. Это главное меню, это подменю, и это уже непосредственно рабочие области. Ну, в данном, тут у нас показывают некоторые виджеты, которые немножко лишние графики по продажам у нас, если это не интернет-магазин или не используются какие-то инструменты интернет-магазина продажи, то он здесь не нужен, так же, как и заказы, в принципе. А вот статистика посещаемости, она, да, нужна, но сейчас мы ее не сможем посмотреть, потому что у нас сайт был создан 15 минут назад, буквально. На рабочем столе можно располагать разные виджеты, которые, ну, достаточно удобно, да, всегда иметь под рукой, можно просто ткнуть, и все это есть здесь на месте. Потом достаточно нужные инструменты, это избранное, для того, чтобы заносить какие-то, там, самые популярные в вашей компании разделы, ну, например, контент, новости, да, мы просто добавляем вот так в избранное, перетаскиваем вправо, и у нас всегда под рукой раздел новости, где мы можем добавлять какие-то новости, которые будут публиковаться на сайте. Таких рабочих столов может быть несколько, у вас может быть, например, рабочий стол контент-менеджера, вы себя для себя сделаете, а второй будет рабочий стол, ну, не знаю, тот, кто занимается веб-аналитик, да, который изучает посещение вашего сайта с помощью инструментов веб-аналитики. Вот это основное, что хотелось бы сказать про рабочий стол, раздел контент, раздел, в котором происходит управление структурой вашего сайта, как логической структурой, да, то есть сами папки, файлы, которые находятся в этих папках, так и физически. Структура, где тоже все это расположено, тут, если что, какие-то можно файлы удалять. Также есть медиабиблиотека, куда можно создавать коллекции, размещать там фотографии, ну, разные совершенно коллекции, да, там могут быть фотографии одного объекта, второго, третьего, все это по папкам сортировать и для того, чтобы потом размещать на сайте. Ну, я думаю, немножечко там Алексей поподробнее про это расскажет. Так, что у нас здесь еще, ну, различные инфоблоки, товары и услуги сюда у нас, что за продукцию это, не знаю даже, как попало сюда, не должно, по идее, было на нашем сайте, хотя, почему нет. Разные инфоблоки, настройки инфоблок и так далее. Раздел сервисы. Так, у нас, дело в том, что у нас стоит бизнес-версия, поэтому туда, видимо, товары всякие и попали. Сервисы, здесь собраны все основные сервисы и управление контекстной рекламой, и поисковой оптимизацией, там, настройка автоматической генерации робот-тексты, сайт-мапок XML, ну, не тема нашего сегодняшнего вебинара. Здесь же опросы. Давайте, кстати, создадим какой-нибудь опрос. Здесь уже у нас что-то есть. Создадим сейчас какой-нибудь тестовый опрос, который у нас будет подходить, там, в мае месяце, допустим, с 1 по 31. Что-нибудь будем писать в описании. Ограничения на уникальность посетителей, я думаю, тоже, наверное, не будем это трогать. Так, вижу вопрос тут по поводу, уже началась запись, а то у меня звука нет. Сергей, ну, я вижу, что только одна жалоба от вас, что звука нет. Попробуйте свои динамики проверить. Я так понимаю, у остальных всех звук есть. Мы создали опросы, давайте теперь создадим, создадим вопросы для него. Вопрос. Какие-то создам, ну, не знаю, какой вопрос, понравился ли вам наш сайт. Да, и варианты ответов. Да. Так себя. Не очень. Нет. Давайте сохраним. И попробуем сейчас разместить этот вопрос. Ну, например, в разделе «Контакт», который мы только что редактировали. Наденем вопрос здесь. Так. Опросы голосования. Давайте комплексный компонент, такой текущий опрос, забросим. Это у нас там первая, наверное. Вот у нас появился, да, такой блочок с голосованиями. Мы можем, давайте попробуем проголосовать. Я режим правки отключу сейчас. Ну, и сразу видим результат. Это комплексный компонент, в принципе, можно настроить и таким образом, чтобы после голосования вас перебрасывал на какую-то другую страницу. Я вот так это обзорно показал подробнее, если интересуют вот такие вопросы, да, создание голосования, каких-то настройки веб-форм. Ну, в принципе, если интересно, напишите, можем сейчас и веб-форму какую-то с вами создать, просто некую, да, посмотреть. Ну, вообще, данный вопрос очень подробно описан в документации. Я вам покажу сейчас такой хинт, не все его знают. Давайте, например, зайдем с вами в веб-форму, да, настройка форум. Наверняка у вас, если вы собрались, да, какую-то форуму, там, опрос на сайте какой-то сделать, возникнет вопрос, как настраивать. Есть вот такой вот раздел «Помощь», и нажав на него, в зависимости от того, где вы, в каком разделе вы находитесь, например, форума или опроса, у вас откроется документация именно по этому разделу, где подробное описание всех кнопочек будет. Кроме того, давайте покажу, наверное, вот такой еще интересный раздел. Это раздел «Онлайн-курсы», в котором у нас есть несколько бесплатных онлайн-курсов для того, чтобы научиться работать с битриксом. Вот их можно пройти, можно пройти потом, сдать экзамен, тоже бесплатный, и получить сертификат. Ну, например, опросы и голосования, да, вот такой вот раздел есть, в котором все достаточно подробно описано, там даже с видеороликами, насколько я помню. Да, можно пройти, ну, где-то точно, я помню, было видео, и в любом случае без видео, если что, можно разобраться. Поэтому я сейчас особо подробно не буду на этом останавливаться, ну, все достаточно здесь просто. По теме вебинара, ну, я не знаю, буквально минут 15 начнут уже, я думаю, Алексей рассказывать про непосредственно сайт недвижимости. Я немножечко про платформу расскажу еще, про безопасность и надежность работы сайта, да. Есть у нас сегодня такая еще темка. Давайте сейчас найду слайд. Вообще скорость загрузки, ну, в нашем случае не интернет-магазин, а просто сайта, очень важный показатель, который влияет на то, останется человек на вашем сайте или нет. Если сайт не будет грузиться, человек просто закроет окно и уйдет к кому-то другому, да. Кроме того, вообще такой фактор, как загрузка скорости, он где-то напрямую, а где-то косвенно влияет на ранжирование сайта. То есть медленные сайты, которые плохо открываются, из которых люди уходят, если сна не будет находиться ниже, чем те, которые открываются достаточно быстро. И, ну, независимо там от того, на каком интернет-канале они открываются. Сейчас скорость работы сайта зависит от трех составляющих. Первая – это непосредственно настройка сервера, то есть хостинга, грамотная настройка железа. Вторая составляющая – это настройки самой платформы, ну, в нашем случае мы говорим о Bittrex, там автокэширование, параметры поиска. Завтра узнаете, если будете слушать презентацию новой версии, там еще некоторые инструменты добавлены. И третий – это уже параметр, это качество разработки. Это качество того кода, который писал партнер, разработчик, если что-то где-то переделал конфигурацию под вас. Для измерения скорости у нас есть вот такой вот замечательный инструмент, который называется «Скорость сайта». Для всех клиентов 1S Bittrex он бесплатен, во все редакции продукта входит. И он загружает специальный на Явл скрипте механизм, который отображает скорость загрузки вашего сайта непосредственно в браузере вашего клиента. И дает, можно посмотреть, где у вас слабые места, что надо подтянуть, что надо настроить. Ну, достаточно удобный такой механизм. Мы проводили вот такие вот измерения скорости сайтов на Bittrex. Ну, как видите, в основном больше половины, гораздо больше половины сайтов на Bittrex работают либо быстро, либо очень быстро. Кроме того, есть такой инструмент, как монитор производительности, который позволяет протестировать конфигурацию и выдает рекомендации. Да, ну вот, прям видно здесь настройка, какие значения и какие рекомендации. Например, оптимизировать и анализировать таблицы базы данных, либо модуль компрессии установить. Можно это всегда запустить. Кроме того, вот такая вот интересная технология, которую мы запустили, которая позволяет объединять технологии статического, преимущества статического сайта и все возможности динамического сайта. Еще что такое статический сайт? Да, это голая HTML, без какого-то программного кода, просто вот разметка кипертекста с какими-то картиночками. Ну, на данном момент современном сайтостроении практически не используется в интернет-торговой, так точно нигде. Что такое динамический сайт? Это сайт, который запускает какой-то код, делает какие-то запросы в базе данных и какую-то информацию из банда данных достает и уже отображает ее на страничке на Битриксе, на вашем сайте. На Битриксе все сайты динамические. Они позволяют больше возможностей использовать, но они медленнее, да, потому что вот за счет этих запросов туда-сюда. Композитный сайт – технология, которая позволяет увеличить отклик вашего сайта и увеличить скорость работы вашего сайта. Что дает прирост в ранжировании сайтов, ну, вообще увеличение скорости, больше посетителей останутся на вашем сайте. Соответственно, конверсия повышится, ну, не только интернет-магазина, но и всего сайта. Так, ну, про безопасность я рассказал. Что еще хотелось бы, наверное, уже потихонечку я буду закругляться и передавать слово своему коллеге. Так, попробуем сейчас мы сделать таким образом, чтобы вы слышали Алексея. Сейчас я переключусь на него. Отпишите, пожалуйста, в комментариях, Алексей наверняка сейчас разговаривает, насколько его слышно. Я вот, к сожалению, не слышу вообще. Так, не слышно. Хорошо. Сейчас мы тогда попробуем с Алексеем связаться по скайпу. Сейчас я, извиняюсь. Одну секундочку. Чтобы голос его шел у нас через мой компьютер по скайпу. Так, Алексей, не слышно. Ну, давай делать звонок тогда. Будем так. Алло. Так, вот я слышу. Напишите, пожалуйста, слышно ли сейчас Алексея. Алексей, поговори немножечко. Всем привет. Меня зовут Алексей. Я расскажу про сайт агентства недвижимости. Все, я вижу, что плюсики пошли. Пошли нормально слышно и видно. То есть показывается экран Алексея. И через микрофон, через динамик даем звук. Алексей расскажет вот про одно из решений, да, как раз непосредственно для сайта недвижимости. Ну, я уже замалкаю. Окей. Я отставлюсь. Меня зовут Алексей. Я генерал директор студии OneWay. Мы с 2006 года достаточно много сделали сайтов для агентств и для застройщиков. Вот. Я хотел поделиться опытом. У нас также есть два тиражных решения для агентств. Одно мы делали два года назад. Второе почти доделали и скоро выложим в Marketplace. Я его покажу. Вот. И вообще расскажу про наш опыт, который вам пригодится при разработке сайта. Вообще, когда речь идет о разработке сайта для агентств, нужно, прежде всего, понимать, для какой аудитории сайт делается. Это не только обычные люди, которые ищут себе жилье, но больше даже риэлторы, да, потому что часто люди отдают всю работу. Как бы на риэлторов и, по сути, общаются в интернете часто не люди с риэлторами, а риэлторы с риэлторами. Поэтому сайт должен быть максимально удобен, в том числе и для них. Как я уже говорил, сделали много сайтов и в итоге пришли к некому концепту, который оказался максимально удобный и высоко конверсионный. То есть один из клиентов нам прям признался, что мы давно отказались уже от рекламы в газетах. Все заказы там порядка 70-90% приходят через онлайн. Вот. Поэтому сайт для агентств – это сейчас основной хлеб. Вот. Ну, не только сайт, но и различные порталы, это понятно, но сайт для даже небольших агентств нужно иметь обязательно. Вот. Как люди ищут на сайтах? Я выделил 4 сценария основных, которые надо учитывать при разработке сайта. Во-первых, люди ищут не конкретное место, не конкретный дом, а просто, например, однокомнатную квартиру с такой-то площади, с какой-то кухней, с балконом. То есть ищут по параметрам. Поэтому на сайте должен быть удобный поиск по всем этим вещам, чтобы посетитель мог получить максимальную отборку. Как правило, такие базы содержат много десятков, а то и тысяч объектов, в зависимости от специфики работы агентства. Вот. И фильтр должен быть максимально точен, особенно когда речет о тысячах объектов. Чтобы не шерстить всю базу, отобрать сразу нужно. Второй сценарий – это выбор конкретного места жительства. Например, человек ищет квартиру в каком-то конкретном районе, хочет посмотреть какие-то местные детсады, школы, магазины. То есть нужно показать объект в контексте инфраструктуры. На карте часто люди ищутся прямо с помощью карты. Третий сценарий – больше поход для застройщиков, либо для базы новостроек. Когда люди хотят поселиться в конкретном доме, они должны его найти, либо выбрать конкретный дом, дальше выбрать конкретный этаж, поставить какие-то планировки, и выбрать в конечном счете конкретную квартиру и отправить вам заявку или позвонить. Есть также посетители и клиенты, которые не особо хотят заморачиваться, у них нет времени. Они готовят некое предложение и рассылают его по всем агентствам, либо по почте, либо через онлайн-заявку на сайте, либо звонят. Обязательно нужно также посвящать онлайн-консультантов на сайтах, чтобы не потерять такую аудиторию. Давайте я вам покажу по каждому сценарию, как, например, нужно работать. Первый сценарий – поиск по параметрам. Реализован такой фильтр, люди вводят город, район, тип недвижимости, количество комнат, фильтр по цене определенный. Нажимают «Найти» и база дает результат. Если объектов мало, обязательно нужно выводиться, что, к сожалению, ничего не найдено, чтобы не было ощущения какой-то ошибки. Люди изменяют параметры поиска, например, расширяют и получают какую-то базу на входе. Здесь важно, так как база достаточно большая, люди сравнивают по цене, по площади. Важно предоставлять информацию в табличном виде, так как данное представление наиболее удобное для сравнения. Чтобы была обязательно сортировка, чтобы все работало быстро. Это я вам показываю сейчас демо-версию одного из наших готовых решений, которые можно купить на Marketplace. Вот. Это первый сценарий, это фильтр. Второй – это поиск на карте. Значит, как это выглядит? Ну, вот, можно реализовать с помощью Яндекса, либо Google карт, либо Дубльгиз. То есть, тоже, вот, как бы, Дубльгиз, хотите обратить внимание, чем они неплохи, что там очень подробно все разрисовано. Ближайший конкурент – это Яндекс с их проектом «Народные карты», где тоже можно посмотреть ближайшие магазины, школы и так далее. То есть, в принципе, ничего не надо вводить сейчас на карту самостоятельно, как это делали, там несколько лет еще назад. Я еще помню, такие сайты, когда агентство постоянно обновляло карту, когда там все школы, что были видны сейчас. Ну, это уже все готово. Вам нужно только добавить объекты. Вот. И, соответственно, ссылочка на объект. И дальше уже человек приступает к изучению. Следующий сценарий – поиск конкретного дома. Я тоже покажу один из наших проектов, которые мы делали достаточно давно для одного из местных застройщиков. Здесь снова это список домов. Вот. Человек выбирает конкретно какой-то дом. Значит, дальше конкретный этаж. И смотрит, какие есть вложения. И аналогично смотрит это предложение. И может даже отправить заявку на комплектную квартиру. Вот. Ну, последний сценарий – это отправка заявок через сайт. Значит, ну, тут все очень просто. Просто где-то вот должна быть на видном месте кнопка, которая максимально подробно человек должен выложить свое предложение и отправить его в недвижимость. Вот. Можно попроще реализовать, да. То есть, тут уже на вкус, как говорится, и цвет. Вот. Значит, что еще хотел рассказать. Организация каталога. Это самый главный раздел на сайте. По большому счету, ни о компании, ни о новости какие-то. Это все аудиторию не интересует. Мы это лично видели на Метрики, когда изучали, как ведет себя аудитория на технических сайтах. Подавляющее большинство сразу идет в каталог и ищут входящий объект. Как я и говорил, основная аудитория с этих сайтов – это риелторы. Вот. Поэтому они в основном работают с базами. Поэтому база должна быть максимально полной, удобной, актуальной. Каким образом? Так как база может насчитывать тысячу объектов, естественно, с помощью визуальных средств 1С-битриц это будет очень сложно делать, разве что если база там небольшая, когда начнет о больших каталогах, здесь уже надо использовать ибцей. В самом 1С-битрексе есть уже инструмент по выгрузке из этого файла. То есть, в принципе, ничего записывать не нужно. Если сайт сделан на раздел «Каталог» на инфоблоке, можно выгрузить всю базу из формата CSV. Можно интегрировать CRM, например, Bitly24, настроить выгрузку автоматической базы, искать систему. В принципе, не обязательно Bitly24, абсолютно любая система, которая позволяет обмениваться данными. И подобно, в принципе, любому интернет-магазину, в данном случае это, по сути, тот же самый интернет-магазин, и просто объектами продажа вступают в квартиры, выгрузите такой обмен данных. Либо пишите свою какую-то специфическую самописанную систему под ваш бизнес, либо используйте какое-нибудь отраслевое решение, которое на рынке также есть. Здесь в любом случае нужно будет этим заняться. Также хотел обратить внимание у вас на подготовку контента. Очень часто база объектов очень неинтересно рассматривать, потому что нет фотографий, нет подробных описаний. Я уж молчу про видеоконтуры или передатуры, которые позволяют онлайне без посещения объекта сразу оценить, подходит ли данный объект или нет. На самом деле это повышает и конверсию, и снижает нагрузку на риэлторов, в котором не нужно постоянно пустую показывать все объекты. Поэтому я бы рекомендовал укладываться в контент, обязательно фотографировать подробно, заказывать у дизайнеров красиво нарисованные планировки, делать аффредитуры, есть специальные агентства, которые только этим занимаются. Приходит фотограф, делает съемку объекта, и получается вот что-то типа такое. Покажу. Вот такой интерактивный тур, где можно посмотреть все комнаты и переходить интерактивно из комнаты в комнату. Таким образом, фактически это заменяет реальное посещение. И аналогично можно сделать просто видеоролик. На самом деле это можно удешевить. Сейчас все смартфоны оборудованы видеокамерами. Просто риэлтор, когда приходит на объект, он делает фотографии прямо с помощью смартфона, снимает видеотур. Тут на самом деле можно обойтись вполне ручными такими методами. Обязательно объект надо привязать к какой-то точке на карте, чтобы человек мог посмотреть, где находится объект в контексте института структуры. Ну и, естественно, контактную информацию часто указывают не общую контактную информацию агентства, а конкретного риэлтор, который отвечает в данный объект. Ну и, конечно же, цену. То есть, как бы цена, где написано договорная, это, конечно, плохо. Нужно указать общую цену на объект и цену за квадратный метр. Потому что часто выбирают, иногда по общей цене, иногда смотрят на цену за квадратный метр. Вот как здесь уже сделано. Все-таки, как бы, ценность квартиры, она может быть низкой, но, при этом, человек посмотрит и увидит, что цена за квадратный метр, как бы, высокая. Это тоже, как бы, достаточно полезно. Что происходит дальше с вашими заявками? Вот человек нашел квартиру, отправил заявку. Важно быстро на нее отреагировать. Для этого нужна внутренняя система для обработки данных заявок. Можно это сделать, интегрировать с B324. Для этого уже есть готовый инструментарий. Веб-формы уже интегрированы с B324, на уровне в CRM-системы. То есть, если внутренняя система у вас стоит CRM, а заявки – это, как бы, сделки, либо лиды, можно интегрировать ваш сайт с CRM-системой. Таким образом, практически мгновенно, когда человек отправляет эту заявку с сайта, ваш менеджер уже видит эту заявку все в баде и начинает ее обрабатывать. Так что там можно наложить автоматически обработчики в виде бизнес-процессов и как бы доработать, если у вас коробочное решение под для специфику именно недвижимости. Вообще, можно построить КБ-систему, чтобы вся база ввести прямо там. Она интегрировалась с сайтом и сайты поступали внутрь и обратно в заявку. То есть, вся информация как его можно храниться внутри, сайт лишь внешняя оболочка. Это максимально эффективная система. Скажу сейчас про адаптивность. Итак, это вещь очень актуальная. Сейчас 30-50% аудитории это пользователи смартфонов. Мы измеряли эффективность сайта, где плохая версия для мобильников, плохая версия для планшетов. Там конверсия сильно ниже. В 3-5 раз, а может быть еще хуже. Соответственно, представляете, половина аудитории приходит и в 5 раз меньше заказывает, чем могла быть. При этом, конечно, стоимость адаптивного сайта, она в несколько раз выше, чем обычного. Потому что нужно сделать фактически не один сайт, а не сразу несколько, под мартфоны, под маншеты, различные ориентации. Альбомная, блокнотная. Но, тем не менее, отдача потом от такого сайта будет в перспективе. Это все окупится в несколько раз. Поэтому я бы обращал на это внимание. На это уж давно надо обращать внимание. Мы сейчас разрабатываем второе тиражное решение. Оно выглядит вот таким образом. Оно адаптивное. То есть, если я начну уменьшать экран, оно подстраивается под экран. И на смартфоне, в конечном счете, это будет выглядеть примерно вот так. То есть, все это можно мышкой, ну, не мышкой, как бы руками двигать, влево-вправо, да? Вот. И все это работает. При этом, это будет, эти дети можно удобно пользоваться. И на планшетах, и на смартфонах, и на обычных компьютерах. Вот. Ну, давайте в целом еще раз покажу наше решение, из чего оно состоит. Да, и на что тоже следует обращать внимание, что обязательно должно быть на сайте. Значит, это самая первая страница, на которую попадает человек при заходе на сайт. Здесь сразу можно ему предложить либо искать по параметрам, какие-то основные параметры, предложить расширенный поиск по всем возможным моментам, да? Включая вот этот смежный санузел, там какие-то прочие детали, которые очень важны при таком поиске. Вот, либо человек просто хочет там снять, продать, то есть по типу сделки человек сразу может перейти к умноженному базу. Вот. Так, дальше каталог. Здесь, значит, можно писать объекты на карте либо в виде списка. Такого. Все это сортируется, фильтруется, человек находит нужный объект, заходит внутрь и изучает, значит, подробную информацию. Вот здесь, значит, видеоролики, фотографии, которые можно увеличить. Значит, планировка вот и контактная информация. Описание, если оно очень длинное, оно умещается в один экран, при этом его можно завернуть и, в принципе, сюда можно вставить достаточно большой текст при необходимости. Можно сразу же отправить заявку. также есть кнопочки влево-вправо, чтобы не предпредить общий список, а пристать влево-вправо. Вот это сейчас верстка, поэтому эти ссылки пока не работают. Ну и ниже какие-то похожие предложения, которые автоматически сюда подставляются по параметрам. Например, в этом же районе близкие, по цене, по площади и так далее. Получается умный подбор автоматизирован, потому что база постоянно обновляется и вручную как бы указывать это неразумно. У нас наше макшение это будет автоматизировано. Вот. Ну, как бы дополнительные разделы это человек приходит найти информацию о компании. Здесь на карте представлены адреса офисов, список услуг, чем занимается агентство и контакты, которые внизу здесь появляются и идет ссылка на карты, например, либо на какой-то другой раздел, который хотите. Вот. если просто хочется подать заявку, здесь открывается общая форма. Вот. еще это решение наше Тураново скоро выйдет, оно, его особенность, можно менять цвета на абсолютно любые. Значит, здесь два базовых цвета, в данном случае оранжевый, зеленый, и вот эти два базовых цвета можно менять на любые другие, при этом сайт автоматически перекрасится, в том числе это будет работать и уже после запуска сайта вы в любой момент сможете изменить данные цвета. Но мы это сделали понятным причинам, как решение тиражное и угадать какой у вас цвет является вашим, мы не знаем, поэтому мы решили сделать максимально универсально. Вот, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Если вопросы есть, то ответить. Если есть вопрос ко мне или к Алексею, давайте пообщаемся. Потому что как-то мы сегодня достаточно быстро закончили. Леньше, чем за час. Ну да. Может какие-то, не знаю, примеры Алексей расскажет. Да, могу. И сразу вопрос, можно пример застройщикам показать. Это вопрос уже, да? Да, да, да. Ну вот застройщик у нас местная компания Kilon Invest. здесь значит сценарий два, да, это во-первых, ищут дом, в принципе, мы по аналитике видим, что основная масса людей ищет конкретный дом, особенно актуально для небольших регионов, где в принципе домов не так много, и люди хотят въехать в новый какой-то дом. Им очень важно предоставить возможность посмотреть этот дом, какие планировки в нем есть. То есть человек переходит в дом, здесь такой фасад, можно выпасть в комплект на этаж. Вот мы разработали специальный интерфейс, который позволяет обычному менеджеру, который особо не разбирается, просто мышкой нажать на какую-то точку и сфиксировать этаж вот эту вот линию. После этого он вносит информацию об этаже, которая представляет из себя планировку, как бы изображение, и потом точно так же мышкой нажимает на точки и вот эти маркеры сюда мышки добавляет. Вся информация хранится в 1S-Bitrix, и в принципе на обычных инфоблоках все это работает. Сайт достаточно давно уже работает, и посещаемость такая приличная для него. После этого можно посмотреть конкретный объект. Объекты маркируются, если синие, они активные, то есть их можно купить. Если серого цвета, то объект уже куплен, либо зарезервирован. Вот. Это все обновляет менеджером. Вот. Также здесь представлена фотография объекта по ходу строительства. В некоторых объектах есть видеопрезентация, и обязательно, которые необходимо по закону публиковать каждому объекту в проектную декларацию. все строчки по закону обязаны где-то публиковать на сайте именно по конкретному объекту. Поэтому сайт тут нужен в том числе и для соблюдения законов. Вот. Ну и дальше ниже тут можно почитать информацию об объекте, посмотреть фотографии панорам таких. Вот. И значит, видео здесь даже раньше было. Видео с веб-камерой, как сейчас подпорствуют дела на объекте. И где находится объект, как бы точка на карте. Вот. Второй сценарий это отобрать квартиру, когда человек хочет не конкретный дом, а в целом какую-то квартиру в одном доме. Здесь он может выбрать количество комнат. Тут у них такая фишка разумные метки, то есть размеры как на одежде сделан. Я не знаю, насколько это конечно удобно, мне кажется это как-то не непонятно, что это значит. Что такое М, что такое основа они так сделали. Вот. И подобрать например двухкомнатная меня интересует дом сдан. И вот я и смотрю ни одной двушки, которой сданы нет. Значит на будущем я хочу уехать в 15-м году, то есть в этом тоже ничего нет. Что такое стрежки все равно. Вот одна есть 3-комнатная в доме, который будет сдан в этом году. Я могу перейти посмотреть информацию по данной квартире. вот то, что я говорил, к сожалению, фотографии тут нет. Не должны быть. Но поленился менеджер и не разместил. это сразу портит впечатление. надо дать внимание, что текст мало кто любит читать, люди хотят визуально все это воспринимать. Та же планировка сразу дает намного большую информацию, чем этот без текст. Вот. собственно два основных сценарий здесь реализованы. Другие вопросы можно сразу озвучить. Не знаю, ты видишь, не видишь. Вот так. В разделе Question. В разделе Question. Вот, например, вопрос сразу прочитаю, когда его сейчас. Есть ли решение, позволяющее автоматически экспортировать объявления на доске объявлений депорталос? Да, есть яндекс. недвижимость. Там обмен происходит через XML файл. Можно настроить генерацию. На самом деле есть даже модуль на marketplace. Правда, не наш, но есть. Можно установить. Вот. Там выгрузка в Яндекс. Маркет. Выгрузка Яндекс. Недвижимость. Пожалуйста. Есть готовое решение от компании WebFly. Купить за полторы тысячи рублей его можно. На самом деле ничего сложного нет. По большому счету реализована выгрузка вашей базы в специальном XML файле, который подгружается в Яндекс. Недвижимость и заносится в ту базу. Но аналогичным образом происходит объявление со всеми другими внешними системами. Насколько конкретно это решение работает, я не знаю. Тут даже что-то с картинками у меня. Беда. Вот. тут спрашивают по поводу рекомендаций по своему сайту. Я думаю это в личном сообщении скину. Уже сообщаетесь. Я могу поведеть в ВКонтакте, Фейсбуке личным сообщением. Либо напишите на этот ящик наш общий ящик. Ваши письма не перешнут. Я могу с вами общаться. Если загружается выгрузка из внешней системы, как осуществляется привязка к иллюстрациям, планировкам, фотографиям, этажам? Привязка к иллюстрациям. Все файлы привязываются по некому айтишнику внешнему. Либо по имени файла, то есть имя файла должно быть уникальным. но это уже такие технические моменты, которые наши специалисты умеют делать. По сути говоря, ничем не отличается от привязки объекта во внешней базе к объекту на сайте. По сути тоже некое уникальное имя файла, которое хранится у вас где-то. Она также погружается на внешний сайт. Если такой файл уже существует, он проверяется на новизну, по обновлению или по размеру отличаться. То есть логику построить можно, там никаких технических ограничений нет. Заканчиваются вопросы. Есть ли решение для работы агентов с возможностью с любой точки выкладывать объявления новых объектов, а также ограничения прав доступа по объектам, по контактам? Да, есть мобильное приложение для 1SBITREX для администрирования сайта, по большому счету оно бесплатное и с помощью него можно добавлять новые объекты, обновлять их и там Кабадоскоп соответственно тоже должен. Я спрошу у вас на какой редакции ваше решение? Мобильное приложение будет только в этом самом бизнесе в бизнесе работают. должен быть редакция магазина малого бизнеса или бизнеса и каталог должен быть реализован на торговом 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 можно сделать с чем писать какое-то свое приложение интересует сколько примерно будет стоить решение для портала недвижимости адаптивная плюс платные функции для объявлений поднятия спецпредложений и тому подобное. Сергей задает вопрос Сергей я думаю лучше в личку написать и уже обсудить. Я вам быстро знаю но озвучивать не отключу. Может ли можно сделать мультисайт для разных городов с разграничением доступа сотрудников например менеджеры Москвы должны отправить СПБ и так далее. Да можно. Так Сергей спрашивает так как создать управлять развивать почему-то эти вопросы не скрывались даже вообще Сергей развивать но я собственно рассказывал как его делать как настраивать каталог с базой понятно в рамках вебинара не раскроешь все но на что я хотел обратить внимание я обратил Сергей если какие-то вот прям конкретные вопросы можно вовсе написать у меня тема как организовать работу сайта что по поводу создания управления я частично показал если какие-то есть вопросы то пишите если нужна персональная консультация я готов пообщаться поэтому если что какую-то информацию вы не получили в процессе вебинара я готов бесплатно вас прокинсультировать так на этом наверное все тогда мы заканчиваем все если какие-то вопросы есть то либо Алексею либо мне на почту можно написать стоимость решения спрашивают хотя бы порядок стоимость решения значит стоимость нашего решения которое уже готова оно стоит 25 тысяч рублей вот и ну это без учета лицензии битвикс то есть покупаете редакцию начиная с самой младшей редакции то есть в принципе поддерживаются все редакции плюс наше решение 25 тысяч так вот что вопрос появился можно ли сделать чтобы клиенты сами добавляли объявления возможности я проблем не вижу но это можно сделать наше решение у нас сайт для агентств для порталов его может доработать до порталов при необходимости по сути дело можно просто добавить интерфейс полка по добавлению объявлений редактируем личный кабинет сама база по сути там и там одинаково вот что на порталах по сути портал чем отличается сайта агентства тем что на портале объявления добавляет не один кабаген а множество вот то же самое ну в принципе с помощью тех же самых форм можно реализовать такой сценарий ну если интересно можно показать как формы работают как настраиваются но по сути голосование которое размещал ну в принципе здесь то же самое то же самое вы создаете форму создаете вопросы какие-то размещаете эту форму и выводите результат настраивает чтобы какие-то там заявки такие формы как вот здесь по большому счету вот здесь заявка она отправляет на электронный ящик заявку вот то же самое будет только она будет добавлять объект в вашу базу да а можно привязать чтобы например в CRM эта информация выходила у вас да будут заявки отправлять будет у вас сразу менеджер работает не на сайте а именно в CRM ему заявки поступают он уже обрабатывает отзвони все тогда я перестанавливаю запись